Здравствуйте! Сегодня я хочу рассказать вам, как я приготовлю варенье из ревень. Многолетние травянистые растения семейства гречишных ревень и родины ревени считают Северную Монголию, Центральный Китай, где до сих пор его можно встретить в текорастущем состоянии. Медицинское применение ревени как слабительное средство было известно в Китае еще за 2700 лет до нашей эры. А сейчас я его буду собирать. Это уже третий сбор урожая ревеня в мае, в июне и вот в начале августа. В пищу используются преимущественно молодые черешки, которые достигают длиной 30-60 см. А лекарственное сырье это корни и корневища. Весь куст ревени я не вырезаю до конца, оставляю молодые маленькие побеги и 2-3 черенка. Сейчас я обрезаю черенки ревеня от листочков. Остаются только черенки. Черенки очень богаты углеводами, витамином С, В, П, П, каротином, пектиновыми веществами и солями калия, фосфора, магния. Черешки освобождены от листьев. Я начинаю чистить. Снимаю шкурку вот таким вот образом. Ревень я уже почистила. Вот вышла полная миска. Теперь я его порежу кусочками, пересыплю сахаром. Пересыпан сахаром и остается на некоторое время, пока не пустят сок. Вот ревень пустил сок, начинает таять сахар. Я ставлю его на огонь, довожу до кипения. Потом выключаю и остужаю. Когда ревень остынет в сахарном сиропе, я снова додвигаю его до кипения. И так несколько раз, пока все плоды ревена не погрузится в сахарный сироп. Вот так выглядят плоды остывшего ревеня в сахарном сиропе. Сейчас я снова поставлю их на огонь. Варенье начинает закипать. Я помешала и выключу. Кипятить не надо. Два дня я варила варенье из ревеня. Доводила до кипения и выключала. Когда остывала кастрюля, я встряхивала несколько раз, чтобы ягоды погружались и лишняя влага извлекалась. И так несколько раз в течение двух дней, пока не почувствовала, что ягоды стали прозрачными и полностью погрузились в сироп. Варенье значит готово. Теперь я его остужаю. Варенье готово. Остыло. Я положила его в вазочку и приготовилась пить чай. Вот такое варенье. Все кусочки ревеня целые. Показать поближе. Видите, какие красивые, аппетитные, вкусные, сладкие. Это варенье из травы. Ревень. Посмотрите, какой цвет у этого варенья. Слегка перламутровый, засахарившийся, как цукаты. Ревень. Имеет вкус кисло-сладкий. Потому что на полтора килограмма ревеня я взяла полтора килограмма сахара. Но когда почувствовала, что немножко кисловатый, во время варки добавила еще стакан сахара. То есть, когда вы будете варить варенье из ревеня, все зависит от вкуса хозяйки. Приятного аппетита! С вами была я, Татьяна Захаровна.